1, 2, 3, let's go! Здравствуйте! Всем привет! День молодёжи! Давай сюда! Целуешь! Детей отправляли по почте! Попалите путь! Давай, вставай с дивана! Я голодная! Передай привет! Кто там хотел? Чё там? Как там? Еее! На дворе лето, а мы ищем не летом! Нет, не только его, а ещё много крутых личностей! Например, Иванушек Интернешнл и импровизаторов! А где мы их найдём? На Дне молодёжи, конечно! Пошли со мной! Танцы не подфонтрём, но музыка так орёт, что хочется присоединиться! Давай, вставай с дивана и присоединяйся! День молодёжи — это тот праздник, когда мы говорим особенно много о молодёжи, для молодёжи и вместе с молодёжью! Поэтому я считаю, что это очень важно! Итак, мы, импров-команда «Сытый» А вы думали, мы тут шутки шутить будем? Конечно, будем! Ведь смех продлевает жизнь! Проработать миллион, чтобы надо больше собирать на шторы! Я вот думаю, что я буду дедом, который будет постоянно угорать и не давать спокойно внукам даже секунды существовать! Я люблю вечно сидеть на диетах! Мы прошли весь фудкорт, который есть здесь! Я вообще голодная! Я голодная! Если вы внимательно смотрели этот репортаж, то вы знаете то, что я постоянно сижу на диетах! Вот! Поэтому я сегодня не сытый! Раз, два, три! Тюрния! И вот, всё! Счастливым надо быть! А вы знаете, как проходит финал республиканского турнира по CS GO и Dota 2? Напряжённая обстановка, желание победить и дух соперничества! Песни этих исполнителей знают несколько поколений! Их песни связывают отцов и детей! Кто они? Иванушки Интернешнл! Как вы думаете, почему спустя много лет ваши песни остаются актуальными для молодёжи? Потому что хорошие, красивые стихи, красивая мелодия! Мы вкладывали душу в каждую песню! Какой бы совет вы дали себе в 18 лет? Во-первых, бросай курить! Бросай курить! Да, это ужасно! А во-вторых, вы знаете, я все советы превращал в цели! Советы себе! Превращал в цели и все их добивался! Достигал, добивался! Поэтому надо ставить, ну, реально большую цель! И идти к ней! И идти к ней! А там уже как пойдёт! Кому повезёт, кому нет! Кто-то умный, кто-то меньше! Но, тем не менее, цель должна быть! Не мечтать! Мечта – это для волшебников! А у нас цель! Я себе советовал просто ценить время! Потому что очень быстро оно летит! Поэтому просто цените время! Развивайтесь! Познавайте мир! Путешествуйте! Надо развиваться! Это самое главное! Не стойте на месте! Без деградации! У вас есть какая-то книжка группы? Вы можете показать ее на канале? Нету! Просто чувствую себя, просто чувствую себя! Эй! А ты лети, лети, лети! Если тебе будет грустно, приходи туда, где провожали мы закат. А грустно лишь только потому, что яркий день молодежи прошел. Ну а мы не унываем! Я тебя обожаю! Черт, вылезай! Черт, вылезай! Черт, вылезай! Черт, вылезай! Но в школу, не в школу, а я в школу не ходил! Сейчас задам глупый вопрос. Как вы в детстве летом ездили в деревню? На машине, электричке, автобусе? Видимо, у ваших родителей были деньги. А вот в США в начале 20 века к бабушкам и дедушкам детей отправляли по почте. И да, это было законно. Закон о почте разрешал живые отправки весом до 22,68 кг. И, конечно, изначально предполагалась пересылка домашних животных. Но семейная пара Beagle пошла дальше. Они отправили своего маленького сына всего за 15 центов. Реально дешевле, чем на электричке ехать. Конечно же, об этом случае написали в газете. И другие родители решили, что они не хуже. Ну, как минимум не лучше. Само собой, в дороге за малышами присматривали. И, конечно, пытались запретить детскую почту. Но родители тыкали в написанный черным по белому закон. В 1914 году Лот, то есть пятилетняя девочка, отправился за 53 цента на 117 км от дома. И об этом даже написали книгу. Чем все закончилось? В 1915 году почтмейстерам запретили принимать детей. А вот в 1920 генеральный почтмейстер США издал указ, запрещающий оформлять людей как груз. Кстати, задолго до массовой пересылки детей по почте сбежал от своего хозяина раб Генри Браун. Видимо, в США как-то по-особенному любят почту. Ну, а у меня все. Сейчас узнаем, что нам подготовила в сырье. День молодежи – это идеальное место, чтобы узнать, чем сейчас живут молодые люди, чем увлекаются и чего ждут от будущего. Этим я и займусь. Какие у тебя хобби? Баскетбол и писательство. Пишу, да. Рэп, маркетинг, тексты, все дела. Баскетболом пишу, с внешним видом пишу, творю. В последнее время мне нравится заниматься йогой. Я недавно встала на гвозди. И, короче, сейчас вообще от этого кайфую. Я баскетболист. Баскетболист – круто. Здесь как раз я увидел площадку и так обрадовался из-за этого. Во-первых, здравствуйте. Свободное время. Я люблю заниматься, ну, дела всякие, там, посуду помыть, кушать, приготовить, там, курица. Я люблю есть, я люблю спать и я люблю заниматься спортом. По хобби – дети, мои дети. Я люблю играть с детьми, со всеми вообще. Не, ну, в основном со своими. Вот. Люблю играть с детьми, вообще люблю играть. Я люблю футбол, как бы по мне не скажешь, но спортом заниматься обожаю. Особенно PlayStation вообще вот эта пушка просто бомба. Там футбол особенно нравится мне. И волейбол, люблю говорить о нем много времени. Вот. Кино люблю, про футбол и волейбол особенно. Я не знаю, у меня хобби, как у обычного студента. Ну, я люблю тусить, тусоваться с друзьями, всякие рейвы, пати – это все к нам. Это я люблю. Я люблю вечно сидеть на диетах. Вечно. При этом не худеть, но люблю сидеть на них. Я сплю. Ем. Я сплю. Я сплю. Я сплю, Кирилл, я сплю. Я не знаю, как это и закончить даже, я не знаю. Сплю, ем. Целуюсь, вот, нормально? Целуюсь, да, целуюсь. Сам с собой причем, блин. Чего вы ждете от будущего? Хороший вопрос, долго думаю. Блин, я растерялся. У меня много мыслей пошло. Я не знаю, что ответить конкретно. Ну, типа, духовного развития. От будущего жду, чтобы у всех все на самом деле было как можно спокойней, чтобы жизнь была насыщенной, чтобы, главное, были возможности для того, чтобы все свои амбиции, все свои идеи реализовать. Только светлое будущее, только такое, все, больше никакого нет, других вариантов нет. Успеха. Что ж, теперь мы знаем, что в наше время молодежь очень разносторонняя и за ними действительно будущее.